Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Павел Коробейников, врач-травматолог, ортопед, заведующий ЦОП Люберецкой области, в больнице Люберецкой области, лучший травматолог Московской области. Я так понимаю, в этом году вы получили это звание. Что это звание означает? Это победитель конкурса среди травматологов. Мы предоставляли работу своей специальности, своей деятельности. И по результатам работы, комиссия, которая была в Мониках, потом в Министерстве здравоохранения Московской области, я выиграл этот конкурс. И что вам за это? Почет, хорошее настроение? Почет, уважение и даже финансовый приз. Вот так, хорошо. Скажите, мы понимаем, что сколько человек... Вот с первого дня существования Адама и Евы кто-то где-то начинает что-то повреждать. То есть травмы с нами, чтобы не показывать на себе, идут, к сожалению, по жизни. У кого-то больше, у кого-то меньше. Плюс зависит от общего состояния здоровья, от возраста и так далее. Но вопрос мой в следующем. В принципе, травмы меняются или по-прежнему все остается примерно таким же? В принципе, классификация травм, она не меняется уже несколько десятилетий. Также производственные, также бытовые, также спортивные, также дорожно-транспортные. То есть человеческое тело все-таки не меняется? Ну, в связи, знаете, в связи с урбанизацией, увеличением населения, качества жизни, меняются, конечно, и травмы. Например, так как сейчас стало больше пробок, вот, например, дорожно-транспортные происшествия по городу Люберца, их стало меньше. Появились электросамокаты, и в этом году электросамокаты, падение с велосипеда, с электросамокатом. Самокатов стоит на первом месте. Сам падал с велосипеда. Да, сам падал и ломал. И я падал и ломал, да, было и такое. Вот, ну, сейчас в этом году, этим летом вообще очень характерная травма падения с электросамокатов. У нас что, у людей меньше система самосохранения работает? Потому что я же понимаю, что если я сажусь на велосипед, который сто раз проверен, у которого все хорошо работает. Ну, во-первых, а, техника из техника, она живет своей жизнью, в любую минуту что-то может произойти. Б, я понимаю, что я еду не там, где положено, значит, я уже себя подвергаю опасности. Почему человек так стремится к травмированию самого себя? Почему он не осознает этого? Ну, знаете, наверное, все-таки травматология – это специальность, которая очень тесно связана с социумом. В травматологии попадают две категории пациентов, которые составляют, наверное, подавляющее 90%. 90%. Да, это активные люди, это люди молодого возраста и, скажем так, среднего возраста до 45 лет, которые ведут активный образ жизни. Кипучая деятельность. Кипучая деятельность. Кипучая деятельность, может, связана со спортивной, с какой-то туристической деятельностью, и в том числе и работы. Производственная травма достаточно частая. И вторая, наверное, это даже больший сегмент – это возрастная травма. Подавляющее количество пациентов травматологического отделения – это далеко не спортсмены. Это обычно пожилые, чаще даже женщины, даже в большей части, это пожилые женщины с переломами, характерными переломами для возраста. Которые, кстати, потом могут повлиять на дальнейшую. Ну, надо сказать, погибают люди от такого перелома. Ну, не от самого перелома, а в последствии от малоподвижности и сопутствующих заболеваний. Поэтому там переломы шейки, бедра, бедра. Они продвинулись в этом направлении? Все-таки, потому что когда слышишь, что… Очень сильно продвинулись. Сейчас вот я просто этот вопрос как бы сформулирую, что… Вот вы сами говорите, женщина, как только слышишь, там, за 70 возраст, да, падение, перелом шейки, бедра, и все. Сразу ощущение, что это начало какого-то конца. Сегодня мы продвинулись в этом направлении? Да, да. Мы сейчас продвинулись… Как можем спасти? Сейчас мы продвинулись очень сильно. Если смотреть на всю медицину в целом, не брать нашу, например, российскую медицину или там медицину в Подмосковье, то в общем медицина в лечении травм пожилого возраста продвинулась до какими? Ну, давайте просто шейка бедра. Да, она традиционная, к сожалению. Да, все слышали и даже представляют, что это из себя такое. Сейчас эту травму лечат в золотые часы, так называемые. То есть пациент пожилого возраста поступает в стационар, ну, банально, на скорую помощь. Его в течение нескольких часов обследуют. И к следующему утру, грубо сказать, она готова для оперативного вмешательства. Первые 8 часов – это золотые часы для оперативного вмешательства. Вообще человека восстанавливают. Да, я имею в виду сейчас только при шейке бедра. Там есть многие нюансы, которые, наверное, сейчас не стоит об этом говорить. Мы вот для пожилого возраста шейка бедра… Схематично, да. Да. И к следующему утру она уже готова на операцию, необходимые импланты уже есть и уже делают в зависимости от показаний, либо пластину ставят, либо эндопротезирование этого шейки. И уже через 3 дня ее ставят на ноги. А уже через 7 дней ее могут выписать домой. И выписывают в Москве. Так некоторые больницы действуют и лечат. А если нет, если опаздываем, то вплоть до прикованности к пластинам? Может быть, может быть, пациентка поступает уже с такими изменениями внутренних органов. Ну, сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, некомпенсированная форма, у нее высокие сахара, легочная недостатка. Все, что угодно у нее может быть, которые противопоказания к оперативному вмешательству вот в эти золотые часы. Но, тем не менее, эти золотые часы надо использовать по максимуму. У нас эти золотые часы сегодня используются? Ну, в целом, в Москве, да. В Москве, да. В Люберцах еще не так к этому подошли. Ну, скажем, московское. На пути? Да. Это обдумывается и, скажем так, внедряется. Это дорогостоящая какая-то аппаратура, подход какой-то? Да, здесь определенная вещь должна быть соблюдена, преемственность определенных решений. То есть, пациент доставлен в стационар, этот пациент должен быть всеобъемлюще осмотрен всеми специалистами, провести все анализы. То есть, все по схеме должно быть? Да, по схеме должно быть. Это должны быть необходимые импланты, быть, к сожалению, недорогостоящие. Вот, кстати, давайте сразу поговорим, почему этот вопрос, потому что, к сожалению, уже в том возрасте, где тоже слышишь друзей, у кого-то это происходит, и называются какие-то страшные суммы. Причем, опять же, в зависимости еще от тех, скажем, медикаментов, или как это назвать, весь комплекс, что входит в это лечение. Где-то там шинами обходится, если это так, еще не перелом и так далее. Но может ли сегодня одинокая женщина, у которой живет на пенсию, и у которой случилась эта история, то есть, ей ничего не гарантировано? Она не успеет получить все необходимую помощь? Нет, понимаете, дело в том, что нет такого, то, что уже пожилой человек останется без помощи, такого не бывает. В любом случае, в любом случае, пациенту и найдут импланты, и прооперируют его, все это сделают. У нас нет, ну, я не могу, например, про всю область сказать. Я очень тесно начал работать и продолжаю работать в больнице Ухтомска. Ну, это сейчас стационарное отделение номер 2 Люберецкой областной больницы. Я могу сказать, что любые пациенты, которые там лежат, они без помощи не остаются. Без оперативного вмешательства, без лечения не остается пациент. Выписать его, сказать, что, извините, у вас нет, такого нет у нас. Такого нет. Вопрос абсолютно дилетанта. Слышал, что человеческие кости так устроены, что в какие-то периоды жизни, они, безусловно, да, наверное, стареют, но что-то, какие-то изменения там происходят, что-то там в них меняется. Это действительно так? Как вообще наши кости живут? Почему я это спрашиваю? Потому что все, что на коже происходит, мы видим. Когда сердце болит, мы чувствуем. Когда живот заболел, мы чувствуем. А кости, вот они у нас как бы есть и есть. Что такое человеческие кости сегодня? Они ухудшаются? Ну, знаете, я могу сказать, что да. Наверное, процессы, так сказать, остеопороза. Остеопорозы, они омолодились. Если раньше, ну, есть определенные процессы, когда уменьшается, скажем так, качество костной ткани. По-медицински это остеопороз, когда она становится более минерализированной, более хрупкой, скажем так. Кромкой, да. Вот, чаще всего это связано с перестройкой организма более пожилого возраста, особенно у женщин. Когда это начинается? В период менопаузы. А у мужчин? Мужчины подвержены этому меньше. Я вам так могу сказать. Мужчины подвержены этому меньше. У мужчин своих болячек, но остеопороза... Чтобы успокоить женщин, женщины живут дольше. Да, 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 да. Мужчины чаще теряют волю к жизни. Так. Вот. И период остеопороза развивается в пожилом возрасте, но связано это не только уменьшением, скажем так, гормонального уровня, связано это и с нагрузками. Уменьшение осевых нагрузок, уменьшение пороговых нагрузок тоже ведет к остеопорозу. Но мы неправильно ходим же с самого практического рождения. Да, знаете, здесь, наверное, неправильно ходим, а мало двигаемся, наверное, так. Количество людей с нарушением осанки, оно просто катастрофически. Все. Просто катастрофически. Особенно в школах, когда мы делали профосмотр, то есть 60-70% молодых людей, школьников, это проблемы с осанками. И сейчас люди 90-х годов рождения, это большая проблема в будущем. Вот сейчас еще пройдет лет 15-20, но они станут уже за 35-40 лет, и вот тогда будет, конечно, проблема. Слушайте, ну мы тоже, я помню, переживали, все ходили, вот все сключены, нас учили. Сейчас проблема в этом большая. Профилактории нету, никто не занимается этим. То есть люди не в курсе, что нужно ходить прямо? Их не беспокоит боль. Их не беспокоит боль. Да, одежда, к сожалению, которая не подчеркивает осанку, она мешковатая. Это я называю эффекты осева Кобзона. Монтик, который так выходил, и спина всегда прямо. Потому что пиджак, смокинг и так далее. Да, она держит. Она держит. Они же еще так должны ходить все. Сейчас сделаем небольшую паузу. Вот, я напомню, что у нас в гостях Павел Коробейников, врач-травматолог, ортопед. До встречи. У нас в гостях Павел Коробейников. Это программа «Открытый диалог». Врач-травматолог, ортопед. Лучший травматолог Московской области, с которым мы говорим очень откровенно и узнаем много интересного. Хотя многое мы и так знаем, что нужно правильно сидеть, нужно правильно ходить. И вот тут возникает вопрос, отталкиваясь от финала первой части нашей программы. Выясняется, что, давайте признаваться откровенно, и взрослые люди, и молодые тем более, да и средние, все, они не в курсе до конца, какое у них тело. Внимание, вопрос. Тем более, вы мануальный терапевт, то есть вы эти кости, как говорится, своими руками перебираете практически. Вот, я тоже сталкивался, у меня спина – мое любимое место, поэтому с вашими коллегами общался. Но когда я начал заниматься физкультурой хоть какой-то, да, я начал делать какие-то упражнения, начал ходить в бассейн, я стал понимать, что я немножечко себя спасаю. Внимание, вопрос. Почему людей не интересуют их кости, их тело, а интересуют только в Инстаграм выложить свое лицо? Почему они не переживают за то, что они в искоревленном состоянии? Знаете, я вам честно могу сказать, это просто не беспокоит. Вот и все. Я вот считаю, что по большому счету начинает беспокоить людей тогда, когда это начинает болеть. Но это уже поздно. Но это уже поздно. Это уже поздно. Почему тогда природа так устроена, что она не подталкивает – ходи прямо, ходи прямо? Ну, человек выполняет свою биологическую роль в этом. Вырос до... То есть, чтобы дольше не прожил, да? Чтобы дольше до рост, да, определенно сделал, сделал свое потомство, и все, по большому счету, твоя мыть себя закончена. Нет, конечно, шутка все. Да, я понимаю. Но что-то в этом есть. Да, что-то в этом есть, особенно для мужчин, но это ладно. Но я могу сказать, что когда детей смотрел и потом давал им рекомендации, чтобы они приходили ко мне, не они приходили, а с родителем, чтобы дать определенные рекомендации, приходило максимум 10% от рекомендованных. Остальным неинтересно. И родителям это неинтересно. Ребенок не беспокоит, он не плачет, у него не болит. Пусть он стутурится. Какой там еще мануальный артопис? Зачем это все надо? И пусть он дальше и ходит. А потом в 30 лет начинает болеть спина и болит до конца дней. Да, и потом приходит пациент, он видит, что у него изменения большие, и ты бы хотел бы ему что-то помочь, а получается всего лишь ты облегчаешь ему его жизнь. Сделал на полгода. Да, 10 сеансов, полгода, он полгода себя живет, потом опять через полгода. Это защемление, потому что неправильно работают уже сосуды. Изменения такие, что в принципе ничего нельзя назад возвратить. Мы же еще едим непонятно что. Это тоже влияет на состояние наших костей? Конечно, состояние костей много чего влияет. Самое банальное – это газировка. Например, женщинам. И чего она делает с нами? По женщинам нельзя пить газировку. Так у нас же газировка-то везде. Она вымывает у них кальций. А мужчинам? А вот у мужчин так не действует. Да, газировка, она разная бывает. Как все-таки свои кости уберечь от этой ломкости? Вы знаете, наверное… Есть какой-то рецепт? Я, конечно, много пациентов, нет, даже не пациентов, людей знают, которые очень смотрят за своим здоровьем. И так наблюдать за своим здоровьем, чтобы, например, каждые три месяца корректировать свое питание, исходя из своего анализа крови, микроэлементов в крови, это не каждый может. Это, наверное, один процент. И я бы, наверное, людям порекомендовал, да всем жителям Люберц… Планеты Земля. Планеты Земля. Ну, давайте мы в Московской области порекомендовал. Конечно, это профосмотр. Конечно, профосмотр. Женщинам обязательно… Вы что-то там увидите. Эндокринологу. Эндокринологи сейчас обладают очень хорошими методами исследования, когда можно определить остеопороз на ранних этапах. Сейчас есть хорошие препараты, которые лечат остеопороз, которые уменьшают его. Вот, например, в Центральном поликлиническом отделении стоит аппарат, который определяет плотность кости. И по назначению эндокринолога, то есть пациент записывается обыкновенно через колл-центр или через компьютер, записывается к эндокринологу, он его смотрит, отправляет на… Вы знаете, что большинство людей боятся приходить не потому, что они даже врачей боятся. Они боятся, что что-то найдут. Что-то найдут. Разговора нет. Но, понимаете, дело в том, что, с одной стороны, попить этот препарат в течение года… Ну да. Вот. И улучшить качество своего перелома. И уменьшить вероятность своего перелома шейки бедра, например, на 80%. Это замечательно. Считайте, что у вас никогда такого перелома не будет. Когда я давно занимался спортом, у нас даже были специальные упражнения, волейбол занимался, волейболом. Как правильно падать? Зная, что есть такое понятие, как сценический бой и всевозможные другие инструментарии у артистов, у других специальностей, я думаю, что, наверное, даже у телохранителей, как правильно падать. Есть ли какой-то метод, когда людям объяснить, вот если подскользнулся или вдруг неожиданное падение? Ну, конечно, для более молодых это… Сгруппироваться. Сгруппироваться, да. Ну, умение-то развивается при занятии физическим спортом. А более пожилых людей, к сожалению, я не вижу. Нет, нет. Ну, на спину, на бок, куда? Ну, все равно… Здесь, наверное, более правильно, и, например, мы каждый год, у нас руководство отправляет для профилактических бесед, например, в дом ветеранов, и мы рассказываем, как надо, какие одевать противоскользящие стельки. А, чтобы вообще не падать. Да, лучше не падать вообще, то есть лучше не выйти из дома или одеть стельки, или пользоваться накладками на трость, пользоваться перилами, как ходить правильнее. Да, вот это вот правильнее, чем учить падать. Как это? Не радовать себя окружающих, в кавычках, радовать, что я такой смелый, я, несмотря на что, хожу сам. Лучше посыпать это песочком. Скажите, пожалуйста, с точки зрения лучшего травматолога Московской области… За 2020 год. За 2020 год. А это навсегда уже, не все равно. Ну, потом будет лучше 2020 года, все равно. Можно ли сегодня после тяжелого перелома, вы сами скажете, какой-то, так восстановить руку или ногу, что человек забудет об этом? Или это все равно все-таки навсегда? Знаете, в свое время Владимир Иванович Мартаненко, заведующий травматологическим отделением Ухтонки, он очень хорошо и грамотно нам объяснял, что травматология, она не спасает жизни чаще всего, она улучшает их качество. Поэтому и сделать нужно таким образом, чтобы качество жизни не пострадало. Чтобы рука работала, чтобы нога ходила. Да, ведь дело в том, что практически все переломы можно пролечить консервативно. Там лодыжки, луча. Почему сейчас чаще всего тенденция идет на оперативное вмешательство? Оперативное вмешательство позволяет человеку быстрее встать на ноги. То есть стать более работоспособным. У него меньше останется последствий после перелома. Например, все переломы, в которые включают вовлечен сустав, чем конкурентнее, чем ближе суставные поверхности, тем меньше будут последствия после этого перелома. То есть, да, мы стремимся к тому, чтобы человек стал собрать его, как мама с папой. Мы все время идем вперед. Там у нас эти... Все вокруг, скоро просто лежишь дома, и все за тебя работает. На работу уже ходить не надо, мы поняли, на удаленке. Человек становится менее движительным. Есть такое сейчас слово. Может быть, что-то изменяется в медицине? Можно одну руку выкрутить, другую вкрутить. Это я так, шутя. Я вам так могу сказать, что когда я пришел работать в больнице Ухтомского, в стационарное отделение номер 2, у нас был один подход. И определенные были пластины, определенная тактика лечения, хирургическая техника. За последние 20 лет хирургическая техника именно в травматологии шагнула настолько далеко, что, например, тот же перелом бедра, когда мы делали пластины, накостные пластины, то эта пластина стояла там в 2,5 месяца, и нельзя было на эту ногу наступать. То есть человек ходил на костылях. Сейчас ставят внутрь кости специальный штифт, который планомерно разгружает по оси конечностей всю нагрузку. И человек после операции становится на эту ногу буквально на следующий день. За счет электронного преобразователя рентгеновского облучения этот штифт ставят в кость через разрез 2 см. Не раскрывают место перелома, не репанируют открыто. Это все делается закрыто под рентгеновским облучением. То есть мы потихоньку терминаторы не становимся. Да, да, да. Но это пока еще по необходимости. Да, есть даже рекламные такие буклеты, где человек, у него каждая кость, у него остеосинтез проведет. Но мы же сами понимаем, что кости настолько уникальны и прекрасны, что ни один терминатор с ними не сравнится. Внутренний мир, наверное, его уникалит. Хорошо, что его организм все-таки имеет определенные нормы и определенные, так скажем, вещи, которые незыблемы. Ясно одно, что завершая программу, мы, конечно же, хотим пожелать всем знать и помнить одно, что наши руки, ноги, они с нами, это наши кости. Мы их не видим, надо их ощущать, надо любить себя. Вот тут можно так сказать, чтобы у вас было меньше работы? Ну, будьте осторожны, все-таки будьте осторожны. Осторожны. И действительно, если не лень, есть интернет, там, конечно же, не в плане, ни в коем случае, медицинских лекарственных препаратов, а в плане всяких упражнений, мне кажется, можно найти какие-то вещи, которые помогут кости хоть как-то поддерживать. Вот наш скелет в каком-то нормальном состоянии. Правильно я говорю? Да, но я вот, наверное, хотел бы все-таки под конец сказать, что развитие именно травматологической службы в нашем районе поставлено на хороший уровень. То есть у нас имеются все уровни, где пациент может обратиться к врачу. Сейчас имеется такая система, где пациент может обратиться не только к врачу в поликлинику своему по месту жительства, но к другому врачу, который в Любересском районе, в том числе и ко мне. Боюсь, после нашей программы пойдут к вам. Да, всегда открыт. Всегда открыт. В том числе и районные специалисты у нас присутствуют в виде заведующего отделения стационарного отделения номер один. И также мы имеем возможность направлять дальше и в институт МОНИКИ, вернее. Но хочется, чтобы к вам люди приходили с профилактическими целями, а не после каких-то неудач. Знаете, я, наверное, лет с 19 за это выпиваю тост каждый день медика. Каждый день медика. Каждый день медика. Ну что ж, мы делаем вывод, что на сегодняшний день в городском округе Люберцы стремятся к тому, чтобы все новые технологии, связанные с травматологией, попытаться внедрить жизнь. Работа идет, что никто не работает уже, как говорится, старинными методами. И за это вам большое спасибо. Это был Павел Корабейников, врач-травматолог, ортопед, заведующий центральным поликлиническим отделением Люберецкой больницы. Правильно? Лучший травматолог Московской области. Будьте здоровы. Всего доброго. С вами был Николай Пивенко. Программа «Открытый диалог». До свидания. Программа «Открытый диалог»